всем доброе утро у нас новый день пока дети в школе Лера и Арсенька Данька в садике я решила приготовить им на обед кукурузку вспомнила забыла даже совсем про нее мама моя принесла передала пакет кукурузы на балкон поставила и со всеми делами забыла сейчас вспомнила думаю надо сварить кукурузки детям здесь целая кастрюля и еще здесь несколько штучек мы влезли кукурузы много будут обедать вот ну а я поняла что мне нужна новая кастрюля большая вот собственный результат кукурузка сварилась сейчас Лера дома покушает потом Арсений с Данилой с садика вернуться покушают так что вот такая целая тарелочка у нас получилось много кукурузы но надеюсь поедят я помогу если что так что все будем у нас сегодня кукуруза на десерт всем привет еще раз пока время не пришло идти залерить забирать это так быстро проходит эти три урока ее хотела вам немножко рассказать что я придумала сделать скажем увидела как-то несколько дней назад в интернете такой как бы опрос для детей там было три вопроса где всем задавать там про счастье про любовь спрашивают у них вопросы задают родители и вот что отвечают дети как-то тогда сразу я не сохранила себе эти вопросы потом потерялся мне естественно этот видеоролики эти ну что-то вчера вспомнила вечером нашла просто сама в интернете уже стала искать вопросы какие такие детям задают нашла но у меня получилось не три вопроса там около пяти вопросов вот я хочу они придут на лера со школы сенька-данька садика хочу их каждого в комнате отдельно дверь закрыть чтобы они не подслушали кто что говорит позадавать им эти вопросы даже самой вот интересно что они будут отвечать и записать такое небольшое видео с детьми с вопросами что как они будут отвечать на эти вопросы посмотрим сейчас вот скоро уже надо будет за лера идти наверно сразу с лера запишу видео ну не знаю конечно согласятся ли они не на это потому что они когда сами хотят они тогда с удовольствием записывают видео сами могут тоже записывать вы уже видели в предыдущих роликах тоже видео в предыдущих как они там и песни и танцы сами пока я не вижу телефон берут все это делать но вопрос захотят ли они это делать так вот и именно на камеру целенаправленно отвечать на вопросы на такие потому что вопросы там просто-таки надо подумать как бы немножко заковыркой так скажем Ну, посмотрим, надеюсь, они согласятся. Как-то Арсений, наверное, больше всего не любит, чтобы снимать. Он иногда с удовольствием машет, привет-привет, довольный, а иногда просто мама не снимает, не снимает, даже где-то там есть, как они с Данилой дерутся, балуются. Я снимала тихонечко, он нормально, а когда увидел, сразу всё, мама, выключи, не снимай. Так что посмотрим. Ну, надеюсь, что в этот раз они пойдут на мою авантюру, согласятся записать видеообращение. Ещё хотела сказать, не знаю, холодно у вас, не холодно. У нас как-то так похолодало уже, детей с утра ведёшь. Вот к 8 с Сенькой в сад, Лере уроки начинаются в 8.15. Ну, вот я завожу Арсению с Данилой, а потом с Лерой идём в школу. Так холодно сегодня как-то вообще. Делаем жилетки с утра. Сама просто пошла в байке, но даже пожалела, что не накинула джинсовую куртку. Уже и дома тоже одела кофту с длинным рукавом, штаны, так обычно ходила. Шорты, майки, тепло было, жарко. А то сегодня переодела уже кофту, одела, штаны спортивные. Потому что уже чувствуется, что осень. Окна тоже закрыла, открыла, сразу пришла. Когда всех развела, пришла домой, открыла проветрить окна после ночи. И минут через 30, наверное, я всё закрыла, прошлась. Только там осталось одно окно на проветривании. Потому что всё так оно хорошенько продуло. Прямо так, знаете, хочется под одеялкой тёпленький чай уже. То, наверное, уже тепла большого не будет. Солнце вроде бы светит. Но днём так ещё более-менее тепло. Но всё равно ветер уже холодный. И так в майках не побегаешь. Так что надо готовиться доставать куртки. Уже готовиться к похолоданию, к осени, зиме. Так что вот. А у вас какая погода? Расскажите, интересно, где вы что? Забрала уже Леру из школы. Вот ученица идёт. Хотела вам показать, какая погода сегодня красивая. Солнышко такое светит прямо по летнему. Небо голубое-голубое. Такое прямо очень красиво. Но ветер не даёт забывать, да, что уже осень. И накидывать надо всё-таки какие-то кофточки, курточки. Так что погода хоть и очень красива, но уже вон листики нападают, летят. Травка уже вся пожелтела. Вот видите, как красиво, но холодно. Ну вот, пришла Лера со школы, согласилась она поотвечать на мои вопросики. Так что сейчас, пока мы с ней запишем видео на вопросы, она ответит. А потом, когда Арсений и Данилы вернутся из сада, тогда уже вместе с ними запишем ответы на вопросы. Вот нам в школе дали. Так, Лера, первый вопрос. Что для тебя счастье? Счастье – это когда что-то там, это, купили какую-то игрушку, купили что-нибудь, машинку какую-то. Я счастлива, радуюсь, улыбаюсь. Второй вопрос. О чём ты сегодня думала? Я сегодня думала, что я хочу собаку. Собаку. Собака – это у нас всегда разговор идёт, потому что она давно хочет собаку. Третий вопрос, но я пока не соглашаюсь. Что бы ты поменяла в этом мире, если бы могла? Что бы ты изменила в мире такого, если бы у тебя была, например, волшебная палочка, и ты могла что-то поменять? Я поменяла, я поменяла, чтобы все магазины стали моими домами. И даже в других городах. Это всё купить. Четвёртый вопрос. Что сегодня хорошего с тобой уже за день успело произойти? Что у тебя хорошего было? Купили новые ботинки. Это вот хорошее такое событие. Пятый вопрос. Кого ты любишь больше всего? Собаку, конечно. И кошку. Я думала, скажут маму. И маму. И папу, и Арсеньку, Даньку. Но больше всех любит собаку, конечно. У меня их куча. Так, с Лерой вот эти все пять вопросов с Лерочкой ответили. Из Лериных вопросов можно понять, что Лера очень любит ходить по магазинам, любит делать покупки и любит животных. Так что, вот, с Лерой закончили. Придут Арсений и с Данилой, с ними тоже потом запишем. И посмотрим, как они ответят на эти вопросы. Всем здравствуйте снова. Вернулись Арсений с Данилой из садика. Сейчас тогда запишем ответы на вопросы. Первый Данила согласился записать. Первый вопрос. Данька, что для тебя счастье? Мне нравится, когда мне ласковые слова делают. Ну ты мой, Зойчик. Второй вопрос. О чем ты сегодня думал? Я думал, что у меня в садике будет очень хорошо. Третий вопрос. Что бы ты поменял в этом мире, если бы ты мог? Если бы ты волшебством каким-то обладал, умел околдовать. Что бы ты в мире поменял? Что бы наступило? Я бы сейчас, наверное, на день рождения. День рождения. А что произошло сегодня хорошего с тобой? Я в садике гуляю нормально. И там все гуляют тоже нормально. Я с Рядиком гуляю. Там нормально. Это хорошее было такое событие? Да, еще там и нарисовали парка лет, чтобы не забыть. Садик вместе с тобой, кто-то любимый друг. И все, мам. Последний вопрос. Кого ты любишь больше всех? Ну, я рекомендую там Бричкову Никиту, Алису. Там еще... Что там я люблю? Не в садике, а вообще, вообще, кого ты любишь больше всех? Не в садике. А вообще, 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 среди всех, кого ты больше всех любишь? Кого? Я люблю Бричкова все. Зайка, не в садике, а вообще, вообще, всех всех. У тебя еще дома есть. Кто у тебя есть? Арси. Папа, мама. Лера, Арсюша, бабушки, дедушки. Кого ты больше любишь? Может, Николаевну, это воспитательница в садике. Ну, я придумал дедушку, бабушку, мамочку, папочку, Арсюшку, Лерочку и Бублик. Ну, это Бублик, это собака у бабы Тани, это, говоришь, у моих родителей. Все. Так, Данила был отвечал на вопросы, сейчас тогда позовем Арсения. Данька у нас любитель садика оказался. Ну, вот, пришел Арсений, теперь сейчас мы будем Арсению задавать вопросы. Так, Арсюш, первый вопрос. Что для тебя счастье? Когда ты счастлив, когда ты радостный, доволен. Когда мне кто-то дает игрушки. Когда мне кто-то дает что-то, когда мне кто-то дает конфету. Молодец. Второй вопрос. О чем ты сегодня думал? Я думал, что папа переедет и подает нам новые игрушки. Третий вопрос. Что бы ты поменял в мире, если бы ты мог так сделать, что-то поменять, изменить? Да, у нас был фонтан другой. Какой фонтан? Там был какой-то человек, и там была вода. Да? Да. А еще вопрос. Что произошло хорошего сегодня с тобой днем? В течение дня что хорошего у тебя было? С твоим садикой просекалось с вами. Хорошо день прошел у вас в садике, хорошо все было, да? Хорошо спали. Ой, молодцы. И кушали? Да. Хорошо кусали. И Данька сказала, что хорошо гуляли, да, все? Хорошо спали. Такое ощущение, что у них обычно... Хорошо. Нет, хорошо. Пятый. И последний вопрос. Пятый. Кого ты любишь больше всех? Варюс. Да не в садике вообще. Не в садике. Вообще-вообще. Среди всех людей, кого ты больше всех любишь. Это не про садик вопросы. Это вообще вопросы в целом про все. Кого ты любишь больше всех? Тебя. Ой, ты мой зайчик. Я тебя люблю. Вот так вот. Так что вот такие у нас получились ответы. Ну, эти дети целый день провели в садике, так что они больше настроены на садик, на игрушки, на покупки. Ну, Арсюшка молодец, сказал, что любит всех больше маму. Ну, вот такие вот у нас получились ответы. Если вам интересно, тоже можете со своими детками позадавать вопросы, пускай они поотвечают вам. У меня немножко вопросы, честно говоря, по-другому думала, немножко будут отвечать, но тоже интересный такой опыт. Доброе всем утро. Морозное. Развела всех по садам, по школам. Лерину жилетку забрала. Она не хочет ее там оставлять. Ой, что я хотела сказать. Холодно уже на улице, так что одевайтесь потеплее. С утра как-то вообще показывала. 5 градусов ощущалось. Ну, сейчас солнышко опять начинает светить. Может, днем будет потеплее, не знаю. Посмотрим. Так что погода уже все. Устраиваемся на холода на осень. Уже и дома холодно тоже. Приходится утепляться. Надеюсь, уже топление включат. Скоро не задержат. Все. Всем спасибо за просмотры. Оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok